Одно дело – быть со всеми в мире, в мире, то есть относиться с уважением к убеждениям других людей. Но это не только к католикам, это к мусульманам, и кришнаитам, и буддистам, и атеистам. Это человеческое дело, и здесь мы должны. Совсем другое дело, когда мы ведём богословский диалог. В частности, с католиками, мне однажды произошёл в моей жизни такой случай, я не знаю, счастливый или несчастный. Это было очень давно, в прошлом тысячелетии. Тухоректор меня вызывает и говорит, вот некому преподавать западное исповедание, пожалуйста, вы ездите, вы знаете. Я говорю, да некогда мне, что... Ну, вот временно чуть-чуть. И я преподавал 15 лет. Временно. И вот тут-то, когда я познакомился, я был потрясён. Оказывается, ни одной нет вероучительной истины, которая не была бы повреждена в католическом вероучении. Я был просто поражён. Но это что? Это что? Самое, я бы сказал, ещё более страшное, что, оказывается, тот путь духовной жизни, который указывает католичество, это путь погибели. То, что на аскетическом языке называется прелестью. Прямо, откровенно прелестной. То, что у всех святых отцов, кстати, единой ещё тогда церкви, единой вселенской, ещё Рим был православным, что прямо осуждается. Там эта прелесть прямо за святость выдаётся. И прославляются люди. То есть указывается путь какой? Прямо ложный путь. Вот. Я пытался... Я участвовал в этих собеседованиях с католиками неоднократно. И иногда просто выступал, что называется, с провокационными докладами. Свой доклад помещал в цитату того же Игнатия Бринчинина, где он прямо резко говорит о Терезе, например. Это сумасшедшая Тереза! Или ещё что-нибудь. Помню одно заседание. Там кардиналы, епископы, богословы. Реакция? Не заметили. Не замечают. Я подумал, причины, может быть, одна, может быть, две. Они всё-таки... Умный человек понимает, что какая-то святая кричит о Бог мой, супруг мой, не жених, а супруг. Не смешивайте, пожалуйста. Не тот тропарь, который мой, жениши мой, я тебя люблю. Да. Нет. А супруг мой... Кстати, уж если верить Мережковскому, то со всеми, кстати, вытекающими последствиями... Да, очень печальными. Если посмотреть на других святых, то умный человек, конечно, скажет, так это же невозможно! Какая же это святость! Роман! Роман! Слышите? Настоящий роман! Только не с реальным человеком, вот, который передо мной, так, а с его образом, с его воображением, с ним Иисус, с ним уже роман настоящий! Слышите? Настоящий, вот, любовь именно романа! Никакой реакции! А я вам скажу, даже если бы католическая церковь стала исповедовать всё по православному догматы, но осталось бы это аскетическое учение ложное, это была бы смерть! Мы же знаем, и православный, может быть, православнейший, всё вероучение по православному будет, и отче наш, и символ веры прочтёт! Но мы говорим, бедный в прелесть впал, погибший человек! Это погибель! Что делать? Беда! Так вот, поэтому я лично считаю, что, конечно, особенно, когда посмотришь, что же сейчас является главным, вот, недавно этот кардинал по христианскому единству заявил, что у нас фактически остался только один вопрос, который у нас мешает нашему соединению. Какой же это один вопрос, вы думаете? Это примат Папы! Ах ты, Патрюшки мой! О, Боже мой! Больше других нет вопросов! Примат Папы! Кто будет главным в христианской церкви? Папа или не Папа? Ай-яй-яй! Произошло полное умерщение католической церкви! Диалог с католическим в области именно религиозной – это просто, с моей точки зрения, опаснейшее дело! Я вам говорю, я несколько раз участвовал же в этом! И здесь, в России, и у них, и в Ватикане, и всюду! Приходится убеждаться в этом! Вот что такое происходит! Это опасное явление! А если приедет Папа к нам? Вы знаете, что это будет? Вы не представляете, какой будет ажиотаж! Что будет тут твориться? Наша пресса с ума сойдёт от восторга! Приедут сотни тысяч, я не знаю, паломников из Польши, ещё откуда! Что будет? И наш бедный народ, который не понимает же ничего! Ах, ах, ах! И сколько прельститься особенно этими святыми, когда начнут их проповедовать! Вы знаете уже? Например, кардинал Шпидлик, например, целую статью написал, что, оказывается, Франциск Осиский и преподобный Сергий Радонский – родные братья! Одно и то же у них! Вы бы только посмотрели, что пишет этот Шпидлик! Да! Почему он? Это не малейшего даже понимания в духовной жизни! А, оказывается, тот был нищий и преподобные Сергии нищие, тот плохо одевался и этот плохо одевался! Вы подумайте только, какие вещи приводят! Тот был милосердный, этот милосердный! Ай-яй-яй! Это понимание духовной жизни! Это срам! Полное, полное непонимание! И это хлынет на нас! Вот истинная духовная жизнь! А знаете, в чём опасность? Я делаю доброе дело! Слава тебе, Господи! Уже заслуга перед Богом! В католическом богословии оказывается, есть учение о заслугах христианина! Подал нищему грош, слава тебе, Господи! заслуга! Ты мне, Господи, миллиончик там уж как-нибудь сбрось! А если принял монашество, то есть, то есть, отрёкся от всего мира, кажется! Ну, формально, конечно, знаете, самые богатые, это... Извините, точно не туда пошёл совсем! Если принял монашество, то у тебя сверхдолжные заслуги! Слышите? А что такое сверхдолжные заслуги? Это те, которые Папа может употреблять для того, чтобы избавлять не имеющих заслуг от наказания! Ибо Папа – хозяин сокровищницы благих! Такое есть учение! Ну, слушайте, это долгая история! Ну, есть! И Папа может брать и давать, например, индульгенции! Вот так! И освобождать таким образом человека от наказания за греки! Там не беспокоит вопрос о прощении грехов! Главное – избавиться от наказания за грех! А это всё прочее, это всё второстепенное! Вы слышите, что мы будем? Мы будем все в заслугах ходить тогда, а то и сверхзаслугах! А нет более пагубной страсти, чем самомнение, чем видение себя, себя уже чуть ли не святым! Если так, всё – духовная смерть человека! Продолжение следует... Продолжение следует...